Генеральный спонсор программы – медицинский центр «Медионика». Широкий спектр медицинских услуг, современные стандарты лечебно-профилактической помощи, ультразвуковая и функциональная диагностики, клиника-биохимическая лаборатория и высококвалифицированные медицинские специалисты, посетить которых в разгар зимы можно по новогодним сниженным ценам. Улица Краснопартизанская, 73А, 503435, 501855. Здравствуйте! Вы смотрите тележурнал «Бэйби Гид». Первый выпуск 2015 года. И с вами Евгения Финько. Мы продолжаем рассказывать вам все самое интересное о том, как лечить, воспитывать, развлекать и развивать ваших деток. И вот, что интересного предлагаем узнать сегодня. Какие знания можно получить в школе для беременных? Опасные последствия простуды, пневмония, симптомы и лечение. Чем опасен дефицит родительского внимания? Для того, чтобы дать своему малышу все самое лучшее, необходимо иметь определенные знания и навыки. Помочь в этом вопросе могут специальные школы для беременных, которые сегодня имеются во всех поликлиниках. Причин, по которым не стоит отказываться от посещения таких занятий, очень много. Вы уверены, что знаете абсолютно все, но фактически у каждой беременной женщины есть белые пятна в знаниях о ее состоянии. Некоторые не знают, как проходят роды, что при этом делать и что будет после. Все эти состояния детально разбираются на курсах. Кроме этого, это и борьба со страхами, которые возникают у каждой беременной женщины. Так что школы для беременных – это очень полезные заведения. Если я кого-то еще не убедила, предлагаю посмотреть наш следующий сюжет в рубрике «Киндер-сюрприз». Зачем эта школа для беременных, скажет кто-то? Ведь всю информацию можно получить из интернета. На самом деле, как считают многие специалисты, курсы подготовки к родам – это незаменимая школа будущей мамы. И посещать ее полезно абсолютно всем беременным. Даже несмотря на то, какого по счету ребенка вы ждете. Ведь первое, на что медики делают акцент в обучении – это психологическое восприятие себя беременной. Это школа, которая учит мам жить со своей беременностью, воспринимать свою беременность. То есть женщина, забеременев, она ведь сразу может даже не воспринять своего ребенка. Некоторые женщины начинают разговаривать с ребенком после 20-й недели беременности. На самом деле, с ребенком надо общаться задолго до его рождения. Ведь он с момента зачатия, он нас слышит. Я не говорю, что он видит, но внутренним зрением, конечно же, он видит. Он знает, кто мама, он знает, кто папа. Он после родов уже готов к нашему голосу воспринимает. Он воспринимает папин голос, мамин голос. Поэтому мы в школе подготовки к родам учим им общаться с ребенком. В поликлинике номер 3 в отделении гинекологии работает сразу три школы. Это школа подготовки к родам, школа будущих мам и планирование семьи. Именно с последней врачи и рекомендуют начинать будущим родителям. Ведь готовиться к беременности следует задолго до того момента, когда тест покажет заветные две полоски. К сожалению, не все наши женщины имеют это здоровье хорошее, имеется в виду. У многих женщин имеются какие-то хронические воспалительные заболевания, не только женской половой сферы, но и экстрагенитальную патологию, как мы ее называем. Поэтому совместно с терапевтами и проводится подготовка к беременности. Если хорошо проведена эта подготовка, значит, во время беременности, во время родов, меньше мы получаем осложнений, естественно, и получаем более здорового ребенка. Причем вести подготовку должна не только женщина, но и ее супруг. Для этого в первую очередь необходимо сдать все необходимые анализы и вести здоровый образ жизни. А вот еще один совет для тех, кто планирует в ближайшее время стать родителями. Обязательно принимать фолиевую кислоту. Доказано, что при приеме фолиевой кислоты обоих супругов уменьшается риск возникновения врожденных пороков развития, особенно невральной трубки. У плода. Значит, не будет пороков развития центральной нервной системы. И вот вы беременны. А значит, делать вам теперь придется все за двоих. И в вопросе о том, как правильно распределить эту нагрузку, вам поможет именно школа для беременных. Вы узнаете все о беременности, родах, питании и здоровом образе жизни. О принципах ухода за детьми первого года жизни. И самое главное, избавитесь от страхов, которые очень часто возникают в период беременности. Школа подготовки к родам чем важна? Мы их учим правильно вести себя в родах. Если питание, где-то что-то там кто-то и может и подсказать, как себя правильно вести в родах, ни одна мама правильно не может научить. Потому что роды – это сугубо индивидуальный процесс. У каждой женщины он проходит по-разному. Мы обучаем приемам обезболивания, не медикаментозные приемы обезболивания. Как сделать правильно массаж, как гладить, какой последовательности даже гладить, как дышать, как тужиться и даже как воспринять ребенка. Акушеры-гинекологи уверенно заявляют, что сегодня подготовленная мама – это 50% успешных родов. Но не менее важно подготовить еще и партнера. Ведь роды вдвоем сегодня набирают все больше популярность. Поэтому если вас вызвались поддержать супруг, сестра, мама или подруга, то стоит и их сводить на специальные курсы. Партнеры приходят вообще сырые. Они, если беременная, она как-то еще получает же информацию, да, от врача, от акушерки. Партнер приходит, как я буду делать, что я буду делать, у него паника. А когда мы объясняем, что такое роды, как должны пройти роды, что такое схватки, что такое три периода родов, когда родится ребенок, показываем презентацию, как протекают роды, как женщина должна лежать, как она не должна лежать. Вернее, такого слова сейчас нет, как она не должна. Женщина будет лежать и сидеть так, как ей удобно. А партнер и акушерка будут приспосабливаться. Не стоит забывать, что партнерские роды – это дело добровольное. Если, к примеру, супруг категорически отказывается присутствовать на родах, то не стоит его заставлять. Такой партнер ничем вам не поможет и будет только раздражать. Еще одним несомненным плюсом любых подготовительных курсов для беременных является возможность разработать более сознательное отношение к родительству. К тому же это хорошая возможность пообщаться друг с другом и обрести новых знакомых, с которыми у вас теперь будет очень много общего. Одним из самых тяжелых заболеваний дыхательной системы в детском возрасте является невмония. Чаще всего такие осложнения возникают именно у детей раннего возраста. Дело в том, что организм малышей имеет ряд особенностей, которые облегчают возникновение заболевания и способствуют хроническому течению воспаления легких. Причем пневмония не всегда имеет ярко выраженные симптомы. К примеру, может отсутствовать тяжелый кашель или даже температура. А при осмотре ребенка врач может поставить диагноз воспаления легких. Все о данном заболевании нам расскажут специалисты детского медицинского центра «Медионика». В нашей рубрике «Недетские вопросы». Пневмония – это острый инфекционно-воспалительный процесс, поражающий респираторный отдел легочной ткани. Большинство пневмоний вызвано бактериями или вирусами. У детей данное заболевание возникает чаще всего в возрасте от 6 месяцев до 6 лет. И в 60% случаев вызывается пневмококами, которые могут быть довольно заразны. При пневмонии инфекция попадает в самые нижные отделы дыхательной системы. В результате затронутая часть легкого теряет возможность выполнять свою дыхательную функцию. Именно поэтому данная болезнь гораздо тяжелее других респираторных инфекций. Причем развиться пневмония может очень быстро. В основном заболевают они после вирусных, респираторно-вирусных инфекций. Потому что респираторно-вирусная инфекция снижает сопротивляемость. И на фоне этого развивается картина бронхита. Это ли пневмония. Развивается дыхательная недостаточность. И эти дети могут попасть в конце концов в реанимацию. И есть даже смертельные же исходы. Симптомы, по которым родители могут заподозрить пневмонию у ребенка, ярко выражены. Это влажный кашель, температура более 38 градусов, более трех дней подряд. Частое дыхание. Ребенок может отказаться от еды, стать вялым и капризным. Но иногда эти симптомы могут и отсутствовать. Больше от сопротивляемости зависит. Плюс фоновые, если заболевания есть, вот эти дети могут дать вот такую пневмонию. Что без симптома. Может быть просто температура и все. И можно пропустить пневмонию. Потому что нет катаральных явлений. Нет ни кашля, ни одышки, ни насморка, ничего. Поэтому такое типичное течение есть в пневмонии, да, что только можно рентгенологически выявить. Вот почему так важно при различных респираторных заболеваниях сразу же обращаться к педиатру. Поставить диагноз пневмонии может только врач и только после проведения рентгенографического исследования. С помощью анализа крови или просто обследования малыша выявить эту болезнь невозможно. При этом родителям не стоит паниковать, так как пневмония – это не смертельное заболевание. Нужно просто внимательно отнестись к назначениям врача и выполнять все беспрекословно. Пневмония развивается в зависимости от сопротивляемости ребенка. Если ребенок не часто болеет, то есть сопротивляемость у него хорошая, то, конечно, может быть исход благоприятный. Ребенка можно пролечить дома, и он выздоравливает в течение 10 дней. 7-10 дней может быть полное выздоровление. Но если ребенок слабый, родился слабый, например, сама беременность у мамы была тяжелая, и до года были у него фоновые заболевания, типа анемия, диатеза, рахита, Эти дети, конечно, они болеют более в тяжелой форме, и у них быстрее развиваются симптомы дыхательной недостаточности, лихорадят они долго. И такие дети, конечно, у таких детей быстрее развивается пневмония, они быстро тяжелеют, и поэтому они, конечно, в основном должны лечиться стационарно. Единственным надежным методом лечения пневмонии является назначение антибиотиков. Какие именно препараты подойдут вашему малышу, может решить только врач на основании тщательного обследования. Кстати, в этом году детям первого года жизни даже ввели дополнительную прививку против пневмококковой инфекции, которая официально входит в национальный прививочный календарь. Но при любом заболевании родителям стоит помнить, что заниматься самолечением нельзя, так как именно из-за неправильного лечения, казалось бы, обычной простуды, инфекцию сложно остановить, и в результате могут возникнуть такие серьезные осложнения, как пневмония. Медионика. Новый детский медицинский центр в Кустанае. Вашего малыша смотрят высококвалифицированные врачи. Педиатр. Травматолог-ортопед. Хирург. Эндокринолог. Лор-врач. Сурдолог. Физиотерапевт. Офтальмолог. И невропатолог. Имеется УЗИ, массаж, лабораторная и функциональная диагностика. Запишитесь на прием. 50-34-35. Краснопартизанская 73А. Детский медицинский центр «Медионика». И Ваш малыш будет здоров. Современный темп жизни очень часто приводит к нехватке времени. Работа, бытовые дела – все эти хлопоты порой не позволяют уделять много внимания ребенку. Но дефицит родительского внимания чревает серьезными последствиями. Ведь в развитии малыша психологическая связь с матерью жизненно необходима. Ребенку недостаточно удовлетворять только органические потребности – есть, пить или спать. Ему необходимо постоянно ощущать близкого взрослого, видеть его улыбку, слышать его голос и чувствовать его тепло. Это незаменимое лекарство для каждого малыша. Так как же не обделить ребенка в этих жизненно важных эмоциях? Совет даст наш психолог нашей рубрике «На заметку». Ребенок еще в утробе чувствует непрерывную связь с матерью. И когда он появляется на свет, то эта связь становится ему необходима как воздух. Пока мама находится в декретном отпуске, малыш является центром ее внимания. Мама постоянно его держит на руках, кормит грудью, играет, гуляет. А ребенок в эти моменты чувствует себя любимым и защищенным. Время идет, а ребенок растет. Идет в детский сад, а мама, как это часто бывает, выходит на работу. И именно в этот период он начинает испытывать острую нехватку внимания к своей персоне. Ведь у родителей появляется много и других забот. Ребенок в этот момент испытывает дефицит вашего внимания. Реально, мама на работе, папа на работе. И поэтому хочется вот как можно больше получить вот от мамы, от папы в этот момент, чтобы никто не мешал. Вот как бы, знаете, мое такое, вот мой такой кружок, да, вот, то есть не кружок, а как сказать. Вот я прям забился такой коволок, и мне вот не хватало целого дня вот этих обниманий, там, вот этих целований, вот эти уси-сюканьи и все прочее. Элементарно. Сделайте вечером, придумайте какую-нибудь игру. Пусть она будет небольшая. Пусть она длится там 15-20 минут, но она цельная, общая. Главным признаком того, что ребенку не хватает вашего внимания, является то, что малыш пытается завоевывать внимание взрослых. И если он не получает позитивного внимания в виде улыбки, объятий, совместной игры, то значимым становится любое другое, в том числе и негативное – крики, шлепки и наказания, что приводит к серьезным последствиям, а именно нарушения поведения у детей. Пока он дождется, пока вы кушать приготовите, пока вы все умойтесь, перемойтесь, пока он ляжет спать и вот это вот, все, я ложусь спать и так далее. Ну, я тебя люблю, ты мой хороший, ты мой сладкий, книжку почитаю. Целый день ждал и каких-то 3-5 минут тут вообще, ну, нечестно, если так вот положить руку на сердце, нечестно. Хронический дефицит внимания у детей приводит к тому, что они вырастают неуверенными в себе. А в подростковом возрасте вы можете и вовсе потерять доверие ребенка. А вот когда они становятся взрослыми, как уверяют специалисты, такие люди страдают от того, что постоянно ищут одобрения со стороны. И не умеют строить успешных семейных отношений. Редко бывают успешными в работе и карьере. Мы прибегаем, все быстро попросали, бегом приезжала на кухню, то, сё, третье, десятое, там папа, ну, обычно папа сразу комп, щелк, и у папы свои там дела, там где-то чего-то по-другому нет. Ребенок, в принципе, как был непрекаянный, да, целый день, так он непрекаянный и остался. Пусть в вашей семье будет, там, не знаю, ритуал. Пришли с работы, ну, подумаешь, вы сели на полчаса позже ужинать. Зато вы 30 минут валялись, визжали, играли, там, я не знаю, что, нацеловывались, обнимались, там, все, что хотите, вы вот это делаете, все по уси-сюкали, потом вы идете, говорит, пойдем готовить ужин, накрывать на стол, ты мне там делай что-то, или помоги папе то-то, или пусть папа тебе поможет, и потихонечку слегка разряжаете, и каждый идет заниматься своим делом. Дефицит внимания ребенок. Так сколько же нужно уделять ребенку времени? На самом деле не так уж и много. Главное – правильно это сделать. Очень важно разговаривать с ребенком о его жизни и проблемах, читать ему сказки, уделять время для игр. И это время вы должны полностью посвящать малышу, а не разрываться между ним и кухней. Еще психологи считают, что разговаривая с ребенком, нужно обязательно смотреть ему в глаза и обнимать не менее трех раз в день. Забота и любовь, которую вы будете направлять на своего ребенка, позволят вырастить сильную личность, а не человека с комплексом ненужности. На этом первый выпуск тележурнала «Бэйби Гид» в наступившем году подошел к концу. Не забывайте смотреть нас в интернете на сайте allow.kz. И мы обещаем, что и в этом году вас ждут интересные и полезные программы, где мы постараемся рассказать вам все. Ну, или почти все. О ваших детях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный спонсор программы – медицинский центр «Медионика». Широкий спектр медицинских услуг, современные стандарты лечебно-профилактической помощи, ультразвуковая и функциональная диагностики, клиника, биохимическая лаборатория и высококвалифицированные медицинские специалисты, посетить которых в разгар зимы можно по новогодним сниженным ценам. Улица Краснопартизанская, 73А, 5034-35, 5018-55. Субтитры создавал DimaTorzok